Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетом или же Александр, это Зомби Алёша, и сегодня мы вместе с вами, и конечно с ним, будем проводить различные эксперименты в игре под названием Hard Bullet VR. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, и Алёшу тоже, вы можете это сделать с помощью лайков, друзья. И должен сказать, что с последнего нашего визита в эту игру, она сильно преобразилась, разработчики проделали огромную работу, и сегодня мы на это взглянем. Алёшка, в общем, ждут тебя сегодня и пистолетики игрушечные, и ножики игрушечные, так что скучно нам не будет, дружище, я думаю. Так, первое, что изменили разработчики, так это они доработали физическую схему тулович-зомби, и теперь можно наносить гораздо больше повреждений, гораздо более серьёзных, плюс можно будет создавать своих зомби потом, но это потом, плюс мы сможем создавать своё оружие. Это сказано довольно так натянуто, но тем не менее сделать это можно будет. Давайте, например, прямо сейчас мы попробуем что-нибудь такое сообразить. Я вставляю сюда пистолет, вот он тут, и вставляю сюда вот этот ножик. Я, правда, не знаю, как его лучше установить. Наверное, так. Получается вот такой интересный агрегат. Далее мы берём сварочное устройство и аккуратненько проводим несколько линий, соединяя два устройства. Вот таким вот образом линии, к сожалению, будут видны, но это просто для того, чтобы мы видели, где что и как соединено. А теперь это нужно как-то отсюда достать, ладно? Выключаем невесомость, и у нас получается вот такое очень странное устройство. Алёшка, думаю, его оценит. Во-первых, можно будет Алёшке выстрелить в лицо. Оу, Алёшенька, как же так-то? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, реально модель доработали. У него вся гадость вылилась просто из головы. Но Алёшка, по-моему, больше не с нами, поэтому придётся брать Алёшку 2.0. Этот Алёшка оказался не очень некрепким. Алёшка 2.0. Смотри, я на первом Алёшке испытал пистолет, и как бы он сработал отлично. А что если я сделаю вот так? Ух ты, прости! Ну говорили же, не играй с острыми предметами, можно же глаз выколоть. Ой, ёлки-палки. Стой, 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 стой. Я аккуратно извлеку это, ты будешь жить. Или не будешь уже жить? Ой, похоже, что Алёшка 2.0 уже не жилец. Ладно, давайте мы с ним тоже проведём новые эксперименты. Например, мы сделаем вот что. Мы возьмём старое доброе мачете и аккуратно его отделим от бренного тела. Так, не получилось. Вот совсем другой разговор. Вот так вот выглядит Алёшка 2.0. Немного попорченный, но не грустящий, потому что он не может грустить. Видите, нормальное лицо. Так, давайте мы создадим нового парня и покажу я вам один фокус. Очень хитрый, очень хитроумный. Мы можем сделать так. Алёшка 3.0. Блин, а как-то поближе нельзя? Ладно, вы теперь братаны. Навек. Один Алёшка хорошо, а два Алёшки лучше. Правда ведь? Так, можно же ещё и что-то другое приделать к нему, например. Ну, я не знаю. Где моя старая добрая мачете? Иди сюда, моя дорогая. Давай-ка я... Придётся наклоняться. Стой. Блин. Алёша, ну ты чего? Разлёгся здесь. Дай-ка я у тебя кое-что возьму. Вот эту часть можно? Посибки. Так, где она? Иди сюда. Моя хорошая. Ну-ка, давай-ка ко мне. Не пропадай. Нам нужен сварочный аппарат. Где Алёшке нужна новая рука? А? Алёшка. Если мы её сюда подцепим, ты как будешь... Нормально? Пойдёт так? Так, он такой, типа, здорово. Типа, привет. Всё нормально. Ты чё-то хотел? Ну, типа, можно будет реально создать мега-монстр таким образом. И с ним как-то сражаться. Можно же даже больших чуваков создавать, гигантов. Это будет занятно. Так, ну давайте, чтобы прям вообще было жёстко, мы пойдём. Сделаем так. Типа, у Алёшки Алёшка растёт из живота. Раз. Вот такие дела. Жаль, он бегать не может. В таком состоянии было бы прикольно, если бы он умел бегать. Куда тебе вторую ногу прицепить? Я не могу схватить её. Вот тут нужно. Оп. Вот тут схватить. Вроде бы поймал. Давай-ка мы её... Ну, просто вот так, аккуратно. Ну, вот так вот. Друзья, совершенно новый вид зомби. Алёшка разрушитель. Но, мне кажется, ему не сильно нравится это. Ты чё смотришь на меня? Ты чё, недоволен, что ли? Я ради тебя стараюсь. Кстати, я не думал, что... Один удар рукой может вывести Алёшку из строя. Давай-ка вставай. Встанешь? Не кричи. Понимаю, что тяжело. А ну-ка вставай. Вставай, я сказал. Ты синяк, прости. Вставай. Какой-то он... Не очень-то я весёлый. Ой, брух. Чувак, у тебя фингал под глазом. А под вторым почему нет? Я не понимаю. Для симметрии, чтобы было красиво. Знаешь, от чего зависит красота лица? От симметрии. Чем более оно симметричное, тем оно считается красивее. Но у него, по-моему, симметрия нарушена вновь. Так, я опять подошёл близко к столу. Я думаю, это может плохо закончиться переломом руки. Поэтому я отойду. Короче, Алёшка даже не видит уже ничего. Давайте-ка как-то, не знаю, его вырубим уже. Не знаю, как называется этот нож. Но с таким, мне кажется, бегают не самые здорово психические люди. Поэтому... Оу. Вот и всё. Даже этот почернел немного. Да уж, да уж, бывают всякие ситуации в жизни. Но физическая модель реально здоровская. Ладно, давайте мы будем проверять теперь физическую модель. Самые основные фишки, которые добавили, я вам показал. И мне теперь интересно, насколько зомби живучие. Потому что раньше у них не появлялось вот каких-то дефектов на лице. Когда я, например, что-то делал. Кстати, пальцем можно тыкать. А если в бороду? Да, у него буквально от малейшего прикосновения появляются синяки. Стоит ему буквально леща одного дать, он сразу же такой начинает заплывать. Ой, вообще свалился. Ну-ка поднимайся. Он не мог. Я ему ногу случайно подрезал и руку. Но он сам падая зацепился, я не специально. Чел, прости. Не смотри на меня таким взглядом, прости просто. Ох ты. Тихо, не падай. Держись. Не важно, сколько раз ты упал. Важно, сколько раз ты поднялся. Ну вот, голову потерял. Ладненько. Давай следующего. Создавать. То есть, а можно ли... Ну, теперь одним ударом ловко срубить башку. Потому что раньше, ну, надо было попасть в какую-то супер маленькую точку. И только после этого башка отлетала. А сейчас, в принципе, она практически сразу отлетает. И это хорошо. Разработчики над этим потрудились, позаботились. Так. Мне важно знать, что будет с дефектами именно конечностей. В прошлой игре, да, в которой мы проводили эксперименты с друзьями. Там, ну, малейшая буквально рана, там, или от конечность, да, он потерял, допустим, запястье. И он сразу умирает. То есть, это нечестно, по-моему. Ты, я думаю, можешь без запястья какое-то время прожить. Да ведь? Я думаю, да. Так что, я аккуратно. Ты даже ничего не успеешь понять. Прости, промахнулся. Кстати, смотрите, а запястье-то просто посинело. Офигеть. Живой. Это что? Оно прошло насквозь, но он не погиб. Не самое подходящее оружие. Может быть, то, что в слоумо не рубится запястье. Даже башка. Этот просто крепкий оказался, чел. Зараза. Так, ладно, мне нужен другое оружие, которым я смогу что-то попытаться отрубить. Не знаю, вот такой вот кухонный большой нож. Да, он немного ржавый, и как бы... Ты и так зомби, тебе инфекция не страшна, поэтому... Опа, смотрите-ка. Наполовину удалось срубить, но этого недостаточно. Я думаю, вот сюда нужно продолжать бить, и тогда... Посмотрите. Оно на кусочке вообще держится. Оно не отрезается. Ладно. Как самочувствие? У него рука болтается буквально на одном сухожилии каком-то. Не, ну он потерял очень много жидкостей своих, и поэтому... Конечно, уже все. Пришел в негодность. Давайте тогда поступим по-другому. А хотя как поступить по-другому, если я не могу отрубить ему... Но ножом точно маленьким не получится. Мачетой. Мачета не подводила меня никогда. Эй. Может подальше бить надо куда-то? Вот. Ну, наконец-то. Я вроде отбил именно туда, куда нужно. Подъем, Соня. Ну, этот уже точно... Блин, ну вот как так? Как мне попробовать сделать... Может, удар просто сильнее нужно? А, во. Надо просто слабее бить. Тогда получается. Ну да, он при запястье сразу, считай, это... Кирдык ему. Чё-то как-то я не знаю. Не... На это я рассчитывал. Интересно, могу ли я пистолет взять? Он не заряжен. Кто ж не заряжает пистолет? Чё, как его... А где мой... У меня ж есть пистолетные... А чё, я не могу его зарядить? Непонятно. Погоди. Странно, почему-то оружие не заряжается. Ты чё смотришь на меня? А почему пушки... Я не могу взять, видите? Ну, вы видите, да, магазин, который как бы... Который я должен уметь брать, но он не берётся. Не знаю, с чем это связано, но... Это просто факт. Это... Странно. Я научился, я не эту кнопку нажимал. Я нажимал кнопку схватить, а нужно было нажимать кнопку, получается, указательного пальца. Вот так. И всё заработало. Ладно, хорошо, тогда мы создаём нового чувака и просто смотрим на... То сколько выстрелов он сможет пережить. Допустим, если я выстрелю в запястье. Ну, конечно, рана неприятная, болючая. Посмотрите, как растекается зелёная кровь. Но при этом никакого повреждения серьёзного нет. А если в колено? То же самое. Штанишки подмочил. Но это не страшно. Во второе колено. Тоже, вроде, в целом хорошо. Но тут уже, конечно... Да, другого ожидать было и не нужно. Нос вошёл просто туда, в череп. Это жёстко. Но оружие само по себе мощное. Но я хочу проверить своё самое любимое. Это дробовики. С дробовиками у нас всегда получаются самые зрелищные, можно сказать, штуки. Поэтому он не заряжен. Прости, чел. Тебе пришлось ожидать. Но в этот раз всё будет нормально. Оу. Просто руку отстрелила. Да, такие повреждения являются для них абсолютно полностью смертельными. И поэтому... Жесть. Нифига. В прошлой игре такого не было. Здесь прямо... Офигеть. Смотрите. Прямо череп оголился. Офигеть. Это жёстко. Закончились боеприпасы. Ну-ка. Так. Прямо оголяются кости. И прочие части тела. Это жёстко. У него... Погоди. Рёбра видны? Вон видны рёбра. Ладно. Проще новый дробовик взять, нежели с этим что-то делать. Не, ну это прям чел. Это прям уже что-то новое. Прямо что-то... Невообразимо проработанное, технологичное. Что ж, здорово. Так, а можно же ещё одежду поменять им, да? Голову можно менять. Прикольно. Усатые. Вот такой. Ха! Прикольненько. Только почему-то написана одежда, но меняются усы. Давай-ка. Ха! Усатый Рэмбо. Ничего себе, неплохо, неплохо. Так, а если мы попробуем сейчас создать какую-нибудь новую... Какую-нибудь новую пушку совершенно? Ну, я не знаю. Например. Например. А как? А как? А как? А как? А как? А как? Чтобы такого? Ну, два пистолета совместить. Это будет слишком просто. Типа. Не смотри на меня. Хитман. Называй меня Хитман. А его зеленая жидкость как-то странно поверх текстуркой ложится. Реально, что-то странное. Так, давайте мы все это тут очистим. И я бы хотел совместить, не знаю, нож с пистолетом. Кстати, ой, нож. О карандашах. Кстати, о карандашах. Ой. Старый добрый карандаш. Это бывает. Так вот. Очищаем это. Давайте попробуем совместить несколько пистолетов. А как мне сразу несколько взять? Так. И поместим их вот сюда. Так. Плюс так. Это будет пистолет-пистолет. Надо его отпустить. Тогда появляется следующий. Давай. Четверной пистолет. Системы Саня. Так. Вот так. Ну. Попробуем еще один взять. Чтобы просто за него было удобно держаться. И интересно, будут ли они все одновременно стрелять? Пистолет этот будет находиться вот тут. Вот так. Так. И у нас получается суперсистема пистолетная. Иди сюда. Все это нужно теперь аккуратно соединить. Так. И вот так. Ну, по идее. Должно держаться нормально. Давай. А, точно. Ой. 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 Что это такое? Мне нужен самый нижний. Вот этот. Тихо. Рука застревает. Вот такая вот, друзья, система. Пистолет, пистолет. На. Врубайся. Блин, стреляет только нижний. Жалко. Если бы стреляли сразу все, это же было бы круто. Могу из двух стрелять одновременно. Ну, я ожидал от этой системы немножечко другого. Плюс, друзья, хочется испытать новую систему. Ну как, новая? Магазин-генератор. Она, в принципе, старая, но тем не менее. Хочется посмотреть. Так, во-первых, эту штуку сюда. Я немного неправильно ее использовал. Я включал вращение тогда, когда этого не нужно было. А я хочу сделать пистолет, который будет стрелять, например, ножами. То есть, это довольно круто. Объект, который станет пулей. Далее нам нужен просто пистолет. Мне очень нравится пистолет с глушителем. Он красивый. И созданный магазин. Скорость полета пули, пускай, будет 4. Скорость вращения 0. Уничтожать пули, нет. Пускай остается. Размер пули единица. Давай попробуем создать. Вот такой у нас получается. Не понял, магазин? А, вот он. Так, и пистолет, пистолет, пистолет. Так, ну что? Попробуем. Нож вылетел. Но он не застревает. Он не застревает в туловище почему-то. Может быть, это сам по себе зомби такой? Даже если в упор стреляешь, смотрите, отверстие пулевое появляется. Его четко видно первое время, пока не появляется зеленая жижа. Но потом... Самого пистолета нет. А, это обычные пули уже. Ха, я думал обоймы... Да, действительно, надо было отсюда брать. Так, прости, чел, я зря над тобой только издевался. Непонятно. Так, хорошо, проведем другую систему. Сделаю скорость полета пули побольше. Может быть, недостаточно быстро она летит. Теперь она будет лететь в три раза быстрее. И посмотрим. И посмотрим. Ну, подальше отойду. Все равно нож как будто закручивает. В этот раз получилось, но в остальном не всегда получается. Его просто отталкивает. Это... Посмотрите, сколько здесь ножей. Это безобразие. Куча ножей, но ни один нож не полетел туда, куда нужно было. Чел, о чем ты думаешь очистить? Так, мне нужен другой чел. В каске. Так. Создать. Теперь у тебя, мужик, есть броня. Посмотрим, насколько эта броня хороша. Во-первых... Я заряжу свой дробовик, старые добрые. И произведу выстрел прямо в голову. Прямо через шлем. Мы должны знать слабые точки зомби. Ты же понимаешь. Ух ты. Не помогло. Жесть. А ведь реально, смотрите. Просто снесло половину шлема. Ну, понятное дело, что шлем от выстрела в упор из дробовика, он просто смялся. Ух ты, ух ты, какие усики. Ух ты, какие усики. Не, ну это жестко. Это жестко. А есть ли какой-нибудь другой шлем, который мог бы защитить? Давай проверим. Вот такая стальная каска саперская, она должна, по идее, исправляться. Потому что тот шлем, ну, максимум от осколков каких-нибудь защищает или, не знаю, от падения кирпича на лицо. А тут уже совсем новый левел, можно сказать. Ну, давай. Ты жив при этом? А что, как ты выжил? Как он выжил? Я не понял. У него же просто... Да как подойти к тебе? Мне надо наверх забраться, может быть. А я не могу забраться наверх. Давай. Запрыгнул. Так. Ну, не смотри на меня. Я стесняюсь. Да. Не спасают шлема в этой игре от выстрела в упор. Я не знаю... Подожди. Спасают. Если бы шлема не было, он бы точно отъехал. А если выстрелить сюда? Ну, просто башка слетит, скорее всего. Нет, башка не слетела. Но мне становится интересно создать нового персонажа. Есть другой дробовик. Ремингтон какой-нибудь. Но я сомневаюсь, что он как-то будет отличаться. Поэтому я предлагаю взять старую добрую... М. И... Я, честно сказать, шокирован. Шлем дает буквально вторую жизнь. Но третью не дает. Вот был бы ты Алешкой, возможно бы и получилось бы третью жизнь у тебя получить. Ладно, очистить. Давайте-ка посмотрим, какие еще переключатели есть. Размер мы уже видели. А, ну только внешний вид и бессмертие. Можно сделать его бессмертным. Но, типа, в этом сейчас смысла особого нет. Я предлагаю сделать его побольше. Вот такой получается засранец. Ну, более выносливым он, скажем, прямо не стал. То есть, как он погибал от нескольких попаданий в живот, слабак, так и погибает. Первое попадание проходит нормально. Второе попадание проходит нормально. Третье попадание. Что это за спиной у тебя? Проходит нормально. Четвертое в плечо. Пытался встать в стойку, типа, побоксировать со мной. Но уже время бокса прошло. О, а если попасть в причинное место, то он сразу же и загибается. Хорошо очистить. Так, нам нужен размер теперь поменьше. Получается вот такой мистер малыш. Неваляшка, э. Я его поднял. Тяжелый, блин, засранец. За одну руку дай, дай вторую возьму. Тяжелый? Че ж ты такой тяжелый-то? Че ж тяжелый такой? Смотрите, рука аж прямо опускается. Его порвать на части можно? Нет? Подбросить можно. Поймал. Не рвется. Блин, если бы можно было ноги использовать, я бы его пнул. У-у-у. 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 Смотрите, как подбросил. У-у-у. Я морская звезда. Если бы по вентиляцию затянуло, было бы забавно. Он, походу, там и будет тусоваться. Сейчас встанет. Да, нифига себе. Это для нас новый вызов. Так. Я должен попасть в него с первого выстрела, иначе я проиграю. Так. Максимальная концентрация. попал попал малыш очень назад я могу назад отпрыгивать даже дальше чем вперед занятна так но это слишком маленький даже как-то не культурно хотя погодь я же и хотел маленького сделать но я во время уже самого сразу пояс можно брать смотри хочу с поясом можно делать нет ничего блин занятная так вот шлем пояс ботинки нет так вот я хотел сделать максимально маленького но при этом без без шлема вот такой пускай будет бородач ой один другого толкнул и нужно выстрелить из него в него из дробовика таков эксперимент сможет ли он не разлететься на маленькие кусочки ну на кусочки не разлетелся а если подальше чтобы дропе разлетелась ну повреждения конечно критические но при этом жить будет такой милый маленький калашников у него смотрите становится в моих руках большим кстати о калашников я почему-то я практически его не использую хотя у него тут его нет потому что а почему калашникова нет тут хотя у калашникова ну калибр то побольше вроде чем моем 16 модифицированные хотя их там целая куча ну ладно м жестко смотрите него пулевое ранение вообще на пол живота и при этом он продолжает жить несмотря на свои размеры так а если мы сделаем сейчас размер пули побольше так пули у нас будут обычные просто очень большие на десятку а не получается нужно обязательно что-то использовать в качестве пули что мы может подойти топоры ну вот такие маленькие ножички но это тоже не то надо мусорные баки хочу пулю мусорный бак и максимального размера не понял но жестко а ну иди отсюда это можно тебя как-то убрать жесть по моему я переборщил немного с размерами нафиг иди отсюда иди 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 я переборщил немного с размерами так нужно размер противника размер зомби сделать стандартным так и попробовать выстрелить просто накрыло я думал она полетит и горизонтально то есть может быть даже ну типа как сбреет его и а получилось а вот что вот что это такое я не совсем понимаю честно говоря привет ты в домике да а я ее ей допустим что то такое это дичь ну ладно друзья давайте на этом пока с вами остановимся надеюсь видосик вам понравился пишите какие эксперименты можно было бы провести на чтобы вы хотели посмотреть ну а пока до новых встреч удачи счастья вам